Трубчевская земля принимает праздник славянской письменности и культуры. Праздник единения братских народов. Сюда, в Центральный парк Трубчевска, стекается много народу. Сегодня еще День пограничника, знаете ли. Так что праздник большой на самом деле. Посмотрите, какие красивые рядом со мной стоят женщины, когда в обычный день можно увидеть такую красоту. Как настроенница у вас? Расскажите. Настроение хорошее. Замечательное праздничное. Замечательное праздник, очень такой хороший. Мы уже неоднократно в Трубчевске каждый год приезжаем на День баяна. Ну что ж, друзья, а мы перемещаемся на летнюю эстраду, где состоится открытие праздника на земле баяна. Смотрим мы и светло, и мудро, Треплют ветры льняные кудри. Эй, потомки, сквозь суетность будни, Наши слышите голоса. Центральный персонаж Баян, сказитель Белин, певец героических подвигов славян. Он по традиции встречает гостей на земле баяна. Здесь не только местные жители. В Трубчевск дорога протоптана и делегациями из других городов, в том числе Белоруссии и Украины. В 12-й год подряд мы приезжаем на древнюю Трубчевскую землю для того, чтобы поклониться, во-первых, ей, для того, чтобы поддержать нашу славянскую семью. Я думаю, это наш общий праздник, потому что корни наши едины. Они идут от слова о полку Игореве. Оно было переведено на наши славянские языки, а потом на иностранные. Со сцены не раз отмечали. Именно слово стало скрепляющим звеном в единении братских народов. Если бы не было у нас алфавита, не было бы подвига равноапостных братьев, то славянские народы растворились бы среди других, более развитых народов, да и не было бы у нас и самой государственности. Праздник на земле Баяна – это еще и уникальная возможность для писателей, поэтов и музыкантов пообщаться, поделиться своим творчеством, обменяться опытом. Мне бы очень хотелось, чтобы именно гости нашего праздника прониклись теплотой и восхищением к нашему городу. Потому что из таких вот маленьких городов, как наш Трубчелск, и состоит наша великая Россия. По традиции, выдающимся писателям и поэтам вручают премии Баяна. Награды достаются и нашим гостям из Донецка и Луганска. Не осталось без поощрения и талантливая молодежь. Цветы и грамоты ждали на сцене лауреатов премии Александра Галича, Николая Мельникова и Александра Ковалевского. Ликуй и пой, земля Баяна, действительно по-другому и не скажешь. Праздник в Трубчевске продлился весь день. Вечерний большой концерт и молодежная танцевальная программа. Андрей Мамошин, Анатолий Чекрыгин. События. Трубчевск.